Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Вечерний разговор». Меня зовут Александр Стукалов. А в гостях у меня преподаватель истории Национального колледжа хореографии Вероника Коноваль. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, я хочу рассказать небольшую предысторию. В общем-то, большинство моих гостей, которые приходят на передачу «Разговариваем», это мои старые друзья, и мы давно знакомы. С данной Вероникой мы знакомы вообще-то две с половиной недели. Так и есть. Да, но получилось так, что мы оказались, будем говорить, на одной волне. И я расскажу, почему я ее пригласил. Потому что мы с ней познакомились на похоронах Юрия Давидовича Горшкова, который умер две с половиной недели тому назад. И вот как-то мы оказались за одним столом, и когда дамна Вероника рассказала свои ощущения, выступила о таком великом человеке, великом хореографе молдавском Юрия Давидовича Горшкова, я попросил, давайте вы придете это расскажете всему Кишиневу, всей Молдове, какой был человек Юрий Давидович Горшков. И, в принципе, эта передача посвящена такому талантливому педагогу, основателю этого национально-хореографического колледжа, человеку, который столько сделал для молдавского балета, для молдавских танцев. Ну, в принципе, он один из столпов молдавской хореографии. Вот такая предыстория нашей сегодняшнего разговора, вечернего разговора с давной Вероникой. Ну, скажите, пожалуйста, вот еще, давайте сначала предысторию. Вот, как вы попали в колледж? Вы знаете, этот вопрос мне многие задавали во время, вот столько, как я работаю в этом учебном заведении, как я пришла сюда. Кто-то говорил, что меня отправил кто-то с министерства, кто-то с другой области. Но на самом деле это было очень просто. Я тогда не имела часов и просто взяла телефонную книжку и стала листать и звонить школам, колледжам, другим учебным заведениям и спрашивала, вам не нужен преподаватель истории, вам не нужен преподаватель истории, покуда мне ответили, да, нужен. Я говорю, можно прийти? Да, придете, придите прямо сейчас. Я пошла, написала заявление, меня приняли на работу. И вот в эту осень 2021 года я исполнила ровно 20 лет, как я преподаю в колледже хореографии. А колледжу исполнилось уже, по-моему, 30 лет. Да, колледжу исполнилось. Тоже 30. В этом году будет 31 год существования колледжа, который основателем был Юрий Давыдович Держков. Юрий Давыдович был основателем этого учебного заведения. Я много слушала его, как он рассказывал, почему он хотел, чтобы... Он хотел очень много, чтобы процветало именно танец, потому что он сам танцевал. Он уже в жоке танцевал, да. Он танцевал в жоке, он был солистом, он объездил весь мир. У него во всех странах практически были коллеги, которые эмигрировали после 91-го года. И он считал, что кто-то должен все-таки поддержать танец, потому что по-другому никак нельзя. Было тяжелое время, когда люди уходили, искали работу за границей, и кто-то вообще уезжал за границу на совсем. А тут кто-то должен был работать, чтобы не распалось все, что является национальным... Да, национальным достоянием, да. Да, национальным достоянием. И вот он рассказывал, как он обратился, как ему дали вот это здание, которое когда-то было музеем Сергея Лозо и Котовского, Григория Котовского. В каком состоянии он нашел это здание, сколько он поставил много труда, чтобы создать из музея учебное заведение. Вот. И самое главное, что я хочу вам сказать, я, когда пришла сюда, я успела увидеть еще, можно сказать, то старье, которое было там. Юрий Давыдович сказал однажды, что он хочет, чтобы создать целую академию, чтобы это учебное заведение было всемирным, чтобы люди знали, что есть в Молдавии вот такое вот учебное заведение. И во время правления Владимира Воронина вот он добился, чтобы построил административный корпус и еще один корпус с залами для танца. Это было очень большое достижение, потому что, скажу так, как есть, это здание имело мало учебных кабинетов. А про административный кабинет или санузел вообще речи не шло. Выходили в туалет несколько лет подряд на улицу. А он все сделал, что ли? Дети и преподаватели все вместе. И иногда, когда зимой или весной там собиралась и вода, и все, что хочешь, надо было так поднимать штаны, чтобы их развернуть так, чтобы не испачкаться. Было очень сложно. Вот он добился, создал вот то, что сейчас мы имеем. Очень переживал, что говорил, если бы я еще был пару лет еще бы директором этого колледжа, я бы, наверное, и Академию танца создал. Он гордился, очень гордился нашими детьми, которые постоянно участвовали в конкурсах, всемирные конкурсы, брали грант и первые места. Их потом запрашивали, чтобы учиться в другие страны. Очень гордился этим. Вообще Юрий Давыдович не жил, по-моему, не своим, он жил этим. Это была его жизнь. Это была его жизнь. Он, по-моему, не дышал без этого колледжа. Мне кажется, что это так и произошло. Ему отняли этот колледж, ему отняли и жизнь. Он просто сгорел за это время, покуда он не работал. Он просто угас. Но он был блоком энергии. Вокруг него жизнь вертелась. Он всегда был в хорошем настроении. Он ходил, допустим, утром в колледж. Здравствуйте, дети! Вы все папой называли? Да, его папой называли. Встречал нас. Здравствуй, моя королева. Здравствуй, если помоложе, моя принцесса. Здравствуй, моя любовь. Он для всех имел всегда готовые и красивые слова, чтобы мы хотели работать в этом колледже. Несмотря на слабые условия, чтобы мы тянулись и поднять этих детей. Характер у него был мировой, просто мировой. Он никогда нас не делал замечаний. Его педсоветы были всегда красивые. Уходили с этого педсовета все довольные. Как дела? Он сам же отвечал. У нас хорошо идут дела. Вы себя чувствуете хорошо? Мы чувствуем себя хорошо. Вот как бы давал нам вот такой настрой. Чтобы мы не ныли, не плакались, не смотрели на жизнь в темных тонах, как говорится. И для меня лично, особенно после того, как умер мой отец, я на него смотрела, как на моего отца. Это говорю вам честно, от чистого сердца. Потому что он напоминал мне чем-то моим от моего отца. Мой отец тоже был невысокого роста и такой же шустрый, такой же постоянно подвижный, верующий в жизни, в красоту людей. Советовал всегда в жизни поступить так, чтобы тебе не было стыдно за то, что ты поступил так. Вот таким был Юрий Давыдович. С детьми, когда он уходил куда-нибудь за границей, дети рассказывали. Он старался, допустим, они брали с собой деньги из дома, потратили денег, не имели уже на кусок хлеба. Он их и кормил, он им и советы давал. Многие наши дети, благодаря Юрию Давыдовичу, создали себе хорошую и красивую жизнь. Очень. Во-первых, наши аттестаты, дипломы наши, они востребованы во всем мире. Не надо идти в Англию, открыть школу танца или в Германии, или в Китае, чтобы ты этот диплом по-новому отучил. Он уже имеет свой вес, свою ценность. Я знал, что Юрия Давыдовича Горшкова знали во всем мире. Да. Я знаю, что он даже какой-то прыжок сделал, единственный в мире, первый в мире прыжок даже сделал. Вот он был такой артист потрясающий. И, как оказалось, был потрясающим педагогом. Да, он был очень. И организатором. И организатором, и дипломатом был. Вот до 2003-2004 год. Как я его познала сама как человека. Я как-то ему сказала, что надо осветить наш колледж. И он мне говорит, я не буду ставить тебе палки в колеса. А почему решили осветить его? Если хочешь, ну, тогда у нас работала уборщица Лида. И она подошла ко мне и говорит, послушайте, надо осветить это учебное заведение. Говорю, почему? Я тут ночью как сторож сплю. И иногда бывает привидение. Я тогда ее спросила, почему именно ко мне? Я недавно пришла в коллектив. И тут есть люди, которые работают до меня и постарше меня по возрасту. И она посмотрела мне в глаза и просто сказала, потому что вы человек. И я тогда пошла к Юрию Давыдовичу. И говорю, Юрий Давыдович, вот так мне сказала дам Налида. А он послушал меня и говорит, ну, хочешь заниматься этим, пожалуйста, действуй. Я тебе не буду мешать. И вот я тогда поняла, что он не был из тех людей, которые запретят коллеге что-то сделать, если коллега хочет сам показывать себя, на что способен. Или был такой случай, говорю, Юрий Давыдович, надо устроить новогоднюю программу для детей. А он говорит, елки нету, нету то, нету то. А в принципе, хочешь заниматься, занимайся. И вот я тогда первые три года. Колледж был бедный. Время было такое, ну, небогатое. Ну да, это 1991-1993 год. Зарплаты были маленькие. Это самое. И я три года одевала себя Дедом Морозом. И делала новогодние праздники детей. Для того, чтобы... Так что, вы теперь можете спокойно зарабатывать деньги Дедом Морозом. Все-таки, будем говорить, это был хореографический колледж. Но это опять же колледж, где готовят люди искусство. Да, Юрий Давыдович, вы знаете, вот у него, я всегда ему говорила, когда мы общались так с глазу на глаз, он бы мог больше в этой жизни достичь больше вершин, быть выше, 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 выше. Потому что он был очень эрудирован. Он знал из области поэзии, из области истории, философии, политики, и там, и сям. Он очень многосторонний был развит и достиг бы большего. Но он всегда говорил, мне хватит то, что я имею. И всегда в жизни надо смотреть так, чтобы не тянуться, не тянуть руку, или не тянуться к тому, на что... Не получается, да? Не это самое. Будь благодарным судьбе и Господу Богу за то, что Он тебе дал. Да, вот у него был такой ответ. И вы знаете, почему пришло столько детей на его похороны? Если вы бы знали, сколько детей звонили за границей, если вы бы знали, сколько я лично слез видела. Потому что дети, они сейчас не дети, они уже сами, взрослые мужчины, женщины, у них свои семьи. Они звонили мне по мессенджеру, я видела их не слезы. Это были слезы боли, слезы благодарности, слезы в каком-то мере прощания. И более того, что они не могут быть, не могут прийти в тот день. И проститься с маэстро. И проститься с маэстро, и аплодировать ему в последний путь, и сказать ему от чистого сердца, как они к нему относятся, как они его любят. Да, я там слышал, что очень много говорили, они говорили папа, его называли папой. И они ему звонили все это время, сколько он болел. Но Юрьевич не успевал просто поднимать трубку в каждый раз, отвечать на их звонки. Но я сказала Юрию Давыдовичу, когда была у него буквально за две недели до его кончины. И я сказала ему, слушайте, Юрий Давыдович, дети звонят, вот тот, вот тот, вот тот. Они вам передают привет, они говорят, что они любят вас. Они зажигают свечи в церкви, ставят службы за ваше здоровье. И вы знаете, я ощутила, что он в какой-то миг поверил в то, что он будет жить, что его дорога жизни не заканчивается тут. Когда это случилось, я поняла, что Юрию Давыдовичу, благодаря всему вот этим молитвам, энергетически настроенных детей, для того, чтобы он жил, чтобы он поправился, они открыли ему ворота рая, и ему были, по-моему, прощены все ему грехи. Я говорю это потому, что мы люди, мы грешим всегда. Нет такого, так написано, что мы пришли на эту землю для того, чтобы падать в искушении. И нет человека, который не был искушен и не сделал в жизни это самое. Так что Юрий Давыдович уже в раю, потому что это столько, сотни, тысяч молитв за него, и красивые слова, которые были сказаны в его честь. Вы знаете хорошо, что люди, если не хотят говорить ничего про человека, они просто молчат и не говорят ничего. А тут говорили и говорили теплые, добрые слова. А если говорили добрые, хорошие слова о нем. И еще одно, я когда была у него, нет, мы с ним поговорили пару раз по телефону, и он говорит, вот когда придешь ко мне, я тебе подарю с автографом книгу. Свою книгу. Которая вышла вот недавно. У меня тоже обещала, и улыб. Это самое, и я когда пошла, он говорит, к сожалению, у меня уже нет ни одной книги, но я жду автора, чтобы он пришел и оставил мне еще пару экземпляров, и обязательно ты придешь, и я тебе дам с автографом. Вот, и, как сказать, это нежелание, а эту мечту он тоже успел, уже больной, но успел ее воплотить. Да, ждешь, он воплотил. Воплотил. Потому что, вы знаете, он знал, что положиться в этой жизни можно только на себя и на очень редких людей. Практически мы живем во время, когда люди уже потеряли все, потеряли совесть, потеряли уважение друг к другу. Ну, я не думаю, что, раз такие люди есть, как Юрий Давыдович, были, то, значит, есть такие люди, которые не потеряли ни совести, ни разума, ни критического отношения к жизни. То есть, я считаю, что в мире по-разному бывает все. В мире бывает по-разному. Вот, давайте, такой вопрос, вот, интересный. Вот, мы когда, вот, вы рассказывали, вы же родом не Кишиневская, да? Нет, не Кишиневская. Я сорок из деревни. Я родилась в очень красивой деревне, на берегу Днестра. Пасла коровы, мне не стыдно об этом говорить. А почему? Я очень люблю свою деревню по сей день. Это ваша родина же, да? Это моя родина. Нету там камня, который я не знала, потому что мой отец всегда брал нас с собой всюду. Вот, допустим, 1 сентября мы идем в школу, спустя 3 дня мы уже идем на работы полевые со школой. А мой отец приходил в школу и говорил моей классной руководительнице, Нина Иосифовна, вы извините, у вас целый класс, 37 человек. Я своего 37-го забираю с собой, потому что я смогу за ними следить так, чтобы я их научил то, как работает красиво. Вы за 37-ми не успеете. Они будут делать работу, ну, некрасиво, он так говорит, шаровую работу как бы. И вот папа брал нас с собой всегда в поле, он рассказывал про каждый кусочек земли, про легенды, которые окружают наше село, все рассказывал мой отец. Потом я была воспитана первые 12 лет жизни. Я воспитывалась моей прабабушкой. Она добыла 1885 года рождения. Она пережила и царскую власть, и королевскую Румынию, и советскую власть, и все прочее. И мой прадед был, служил в русской, японской, не служил, а воевал в русской и японской войну. У меня даже награды были от царя, но я по глупости своей показывала пару человек. И кто-то их украл. Там даже было написано. А фотографии остались? Фотографий было очень много с тех времен. Но так получилось, что дом дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки унаследовал мой двоюродный брат. И его сестра, когда делала там порядок, все выбросила на свалку. И пришла одна женщина из деревни и сказала моей маме, говорит, по центру села идет речка. За фотографии плыли, да? Да. И она говорит, там плавают по воде фотографии всей вашей семьи. И вот мама пошла, и кое-что из них она смогла как бы взять из воды. Я потом привела в Кишиневе фотографа Юрия Фоки. Он немножко их как бы обработывал. Но жалко, были такие картонные, очень красивые. Я помню прадеды в этой униформе, с этой саблей, со своими... То он один, то он с двумя товарищами, то целая группа солдат. И вот в семье моей прабабушки, моей дедушки, бабушки делали всегда посиделки. И приходили в основном друзья дедушки, с которыми они дошли до Берлина. И они никогда мне не мешали слушать то, что они говорили. Вам расскажу один случай, который у меня был как бы уроком жизни. Мой дед был 14-го года рождения, а у него был друг 1885-го года рождения. И вот они дошли до Берлина, но сын этого друга дедушки Харалампия погиб. И Мошникон, так мы его говорили, в каждый день, в каждый год на 9 мая он приносил в школу ведра орех. Каждый год. И звонок на перемену. И вот он, дети, приходите, возьмите орехи за моего сына, за Харалампия, чтобы успокоил Господь его душу там, где он, его кости как бы остались по дороге до Берлина. Осенью он всегда собирал виноград и приходил с этими ведрами винограда. Опять на пороге ждал перемену. Дети, берите виноград или яблоки, или сливы. И когда он подошел уже близко к смерти, он говорит моему дедушке, Андрей, я тебя прошу, если со мной что-нибудь случится, пожалуйста, похорони меня по-человечески. А мой дед ему говорит, ты что, друг, я сам уже как бы не молодой. И Мош Никон тогда дедушке сказал, но ты не вправе мне отказать, у тебя три дочки. Поговори с одной из них, чтобы... В случае, да? В случае чего это самое. И вот тогда дедушка выбрал моего маму и моего папу. Я помню, мы с Ваней были маленькими, мы в каждый день носили Мошу Никону, но дедушке Никону вечером еду. Днем носили еду, когда он сильно уже заболел и уже. И он тогда сказал моему папе, иди в примарию и принеси председателя сельсовета, чтобы я написал на тебе дарственную. А папа говорит, нет, мне ничего не надо, абсолютно. Он говорит, как? Я должен же вас благодарить за это. А отец говорит, Мош Никон, когда пришла советская власть, виноград, который был моего дедушки, тогда национализировали земли. И их потом распределили опять же людям. Он попался именно к Мошу Никону. И он говорит, я ничего не хочу. Я вас похороню по-человечески, как надо, со всеми почтами. Я хочу, чтобы мне вернули виноград моего дедушки, прадедушки, кусок земли, который принадлежит моему роду. Я тогда помню, старик сделал знак. Мы с Ваней подошли к нему, и он нам говорит, дети, там есть орехи, ну, дерево, орех. Один орех, Ванюша, я тебе дарю, тебе. Другой орех, Вероника, я дарю тебе. Но чтобы вы знали, меня не будет в каждую осень, когда вы будете собирать урожай, не забывайте, чтобы вы пошли в школу и давали орехи за поману, за моего сына Харалампе, который погиб во Вторую мировую войну. Вы знаете, вот эти человеческие отношения, теплые человеческие отношения. Я помню тогда, когда его не стало, пришло все село посмотреть, как чужие люди похоронят, ну, неродного человека, неродного по крови. И еще он тогда сказал моему отцу, Василий, я тебя очень прошу, с моего дома до кладбища, чтобы все вдовы, которые потеряли своих мужей во время этой войны, чтобы ты им всем давал за поману. Все матери, которые потеряли своих сыновей, чтобы ты им давал за поману. Прошу тебя, не отвергай мое последнее слово. Мой отец все сделал. А он говорит, а насчет дома как, спрашивает моего отца. А мой отец говорит, отдай этот дом, это хозяйство, кому хочешь. Это потому что я не знаю в мое хозяйство со временем, что с моим хозяйством со временем будет. Может быть, и в мое будут птицы веять, гнезда, и некому будет открывать и ворота, и дверь. Поэтому, вы знаете, те, которые жили до нас, может быть, они не имели 12 классов, может быть, они не имели по 3, по 4 учебных, высших учебных заведений, профессий. Но у них была такая школа жизни, это была такая связь между родными, покрови родителей, детей, дедушек, бабушек, прабабушек, которые, как вам сказать, делали людей сильнее здоровее, и физически, и психически. И даже если человек не умел считать от тысячи и больше, он все равно был лучше, чем вы поняли. Я согласен, многие сейчас любые. А что с домом сейчас? Там в деревне живет мой брат, но он имеет свое хозяйство, но мы вместе содержим родительский дом в норме, в порядке всегда. И мы решили, что мы подарим этот дом внуку, правнуку, кто захочет вести его так, как вел этот дом мой отец, моя мама. В принципе, у нас были вообще-то с младшим братом другие планы. Мы хотели привезти с Россией нашего старшего брата, у которого отдельная история. Мы думали, что он приедет сюда, мы подарим ему родительский дом, и таким образом мы втроем будем всегда рядом. Но не получилось. А можете это рассказать про брата? Это сколько-то интересно. Это тоже история наша. Ну, вы знаете... Если вы хотите... Да, я расскажу. В то советское время ребята служили в разных концах Советского Союза. И мой отец служил в армии три года. Он служил в Абасанном в Азии, Ташкенте, Казахстане, Узбекистане. Их переводили с одной части в другую. И вот он там, в Казахстане, встретил свою первую любовь. И женился там. И родился мой старший брат Павел. Ну, вы знаете как. Один хотел жить в Молдавии, другой хотел жить в Казахстане. И вот именно вот эти разногласия, один там, другой там, правда, не пару лет так и бродили. То в Молдавию, то в Казахстане. То, покуда они решились, или там, или там. Мой отец не смог выбрать Казахстан никак. А Валентина Кондратьевна никак не смогла выбрать Молдавию. Вот они расстались. Потом, спустя пару лет, мой отец уже женился на моей маме. Появилась я и Ваня. Вот мы не знали. Ну, мы были маленькими, в принципе. Можно мы сейчас привёмся на рекламу? Да. А потом вы расскажете, потому что всё-таки есть определённые правила у телевидения. Дорогие друзья, пожалуйста, не переключайтесь. Смотрите историю нашей страны. Реклама на 21-м. Спасибо, дорогие друзья, что вы не переключились. И вы смотрите нашу передачу и слушаете историю нашей страны. Историю, которую рассказывает дама Верониха, историю Молдовы, историю части нашей страны. И получилось так, что мы с Ваней были маленькими. Такие вопросы мы не обсуждали с родителями, в принципе. Когда я немножко подросла, я знала, что мама идёт куда-то, отправляет какие-то деньги. И потом я поняла, что это как бы пособие для брата на его содержание. И я чисто случайно узнала все подробности о том, что у меня где-то ещё есть брат. Мы игрались на перемене с девочками. И я не помню, какая там игра была. И я победила мою одноклассницу. И она от злости мне взяла и высказала. Чем игралась, лучше бы поискала твоего брата. Вот типа так звучали её слова. Я не поняла, я посмотрела на неё, думая, о чём идёт речь. Она говорит, а ты спроси своих родителей. Я побежала к маме, мама работала в школе. И говорю, мама, а я, видимо, была сильно изменена в лицо. Она говорит, что случилось? Я говорю, вот мне девочка та сказала мне, что я должна искать какого-то брата. Мама мне в ответ говорит, пусть она не говорит глупости. И у неё такая же ситуация. Мужчины, ребята тогда же служили в армии. Вот они где встречали свою любовь, там и женились. У нас в деревне очень много таких семей, где жена из Казахстана, из Белоруссии, из Латвии, из Узбекистана. Вот у меня у самой была крёстная, которая была из Сибири. И она никогда больше не увидела своих родителей, сестёр, никогда. Пришла в 17 лет с моим крёстным в нашу деревню. И всё, больше домой никогда она не уходила. И вот рассказываю вам дальше эту историю. Я ничего не поняла, что мне мама сказала, что мне сказала моя одноклассница. Но так получилось, что спустя две недели нас отвезли на детский индийский фильм. Но фильм был такой серьёзный для взрослых по закону чести. Там сценарий был такой. Мужчина по молодости полюбил одну женщину. Потом родители не захотели эту женщину принять как невестку. Она остаётся беременной, он не знает, он женится на другой женщине. Рождается сын и дочка. Спустя годы дети вырастают. Они встречаются, и два брата бьют друг друга в морд. Это клиться очень серьёзно. Меня так насторожило именно этот эпизод. И думаю, а если у меня тоже будет встреча с моим братом, я никогда не буду знать, что это мой брат. И я пошла к бабушке. Я говорю, бабушка, можно тебе спросить о чём-то? Она говорит, да, спрашивай. Я говорю, вот так и так. Мне одноклассница сказала вот это. Мама сказала мне вот это. Я ничего не могу понять. Она говорит, я тебе сейчас всё расскажу. Сядь, у тебя действительно есть брат, он старше тебя. Он живёт в Казахстане. И бабушка уже рассказала всё, как было. Про то, как они жили, то в Молдаве, то в Казахстане. Так и не могли определиться. Один не хотел уйти от своей родины, другой от своей родины. Ну и, в принципе, вот таким образом и расстались. Я говорю, а я хочу написать ему письмо. Я хочу его найти. А бабушка говорит, так у меня есть адрес, я тебе дам. Бабушка-то мне дала адрес, а я была в первом классе. Я не знала русский язык. Пришла на Могале. Рассказываю моим девочкам с Могалы, что вот, девочки, я узнала вот это, вот это. Помогите мне написать письмо. Поэтому девочки старше меня, вы знаете, мы даже писали это письмо, я помню, как сейчас. Мы не умели писать полностью слово, а через черточки писали, как первый, второй класс же нас тогда учили писать. Таким образом. И вот мы написали тогда то письмо, и я отправила её в Казахстан. Прошёл месяц, не пришло. Второй месяц, не пришло. Я опять же переписала то письмо. Потом сижу и думаю, господи, а я не смогу всю жизнь это письмо переписывать, мне надо знать язык. И у нас на Могале жил украинец, дядя Толя Пащенко, царство имени небесное. И он приносил с Украины всегда не продукты, а чемоданы с книгами. И вот дядя Толя читает, а я ходила в гости к его дочке, к Анжеле. И смотрю, а он мне спрашивает, тебе интересна эта книга? Я говорю, да, мне очень интересно. Хорошо, бери, читай, когда вернёшь. И вот я возвращала дяде Толе книгу. Дядя Толя меня спрашивал, о чём эта книга? Это главные герои, сюжет. И таким образом я начала разговаривать на русском. И я уже стала писать другие письма брату в Казахстан. Правда, мне ответ от него пришло в 80-е году на Новый год. Мне было уже 12 лет. И открытка была такая. Здравствуй, моя дорогая сестрёночка Вера. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы все твои мечты и желания в этом Новом году сбылись. Я помню, тогда это была радость неописуемая. Я не знала, мне хотелось всему миру кричать, что я нашла, нашла моего брата, нашла родную кровинушку. И потом, спустя неделю, я получила от него письмо. И в письме он писал, я не знаю, кто ты, маленький или взрослый человек, кто мой отец, с кем он работает, как он выглядит и всё это самое. И вот таким образом у меня с ним началась переписка. Я не писала ему, сколько мне лет, никак. Я ему просто писала письма. А в каком классе я учусь? Никогда не писала. И вот у меня была, мне хотелось, не знаю почему, но еле я боялась, что мама с папой расстроятся, что я полезла в их жизнь. Или хотелось, чтобы это был просто мой секрет, моя тайна. Я даже не могу сейчас сказать, что мною действовало. Но у меня была договоренность с почтальоном, с тетей Надей. Я говорила ей, тетя Надя, когда придёт письмо вот с этим почерком, только мне в руки. И она вот давала мне всегда, когда встречала, вот тебе письмо есть. И я уже читала. Получилось так, что в 1981 год, в мае месяц, мы с мамой пошли в Сороках торговать черешни. Не только, а всё село тогда... Было много черешни? Было много черешни. А черешья Мара росла у вас? Да, росла, да. И вот все деревни тогда только не как... Ну, собирала, да? Мы собирали и ходили торговать. И один раз к нам подходит одна цыганка и говорит маме, дай мне килограмм черешни. А мама говорит, ну что мне с килограммом, возьми ведро и всё. Она говорит, а не смогу я кушать ведро. И мама говорит, ну тогда я не дам. А мне почему-то стало так больно за эту цыганку. И говорю маме, говорю, мам, ну давай, что тебе стоит, дать ей килограмм черешни. А мама всегда выполняла все мои, как бы, желания. И она так махнула рукой, говорит, дай, догони её и дай целое ведро в таком случае. Я помню, я догнала эту старую цыганку. И говорю, держите, подал платье, чтобы я туда поставила черешню. Развернула туда ведро. Она посмотрела на меня и говорит, девочка, спасибо тебе большое. Но знай, ты не даром мне дала черешню сегодня. Я тебе погадаю. Ты пойдёшь домой. Дома ты найдёшь весть. Весть будет от белого человека. Голубоглазый, светлокожий. Он родной по крови. Вы отправите ему большие деньги, и он придёт и будет гостить в ваш дом. И будет большая радость. Мама в это время успела подойти. И ещё другие женщины с деревни подошли и стали слушать, о чём идёт речь между 12-летней девочкой и старой цыганкой. И они потом стали спрашивать маму, а кто у тебя далеко, белый, голубоглазый, придёт издалека. А нету никаких родственников из далёких стран, чтобы пришли. Эй, цыганка, наверное, обманула, так сказали женщине, маме. Мы дошли уже до деревни, вышли с автобуса. Я не успела делать пару шагов. Тётя Надя ещё живая, она может подтвердить это. И она мне делает знак. Я подхожу к ней, она мне сует письмо. Но я уже открываю и читаю. Дорогая сестрёнка, у меня будет сейчас отпуск из армии. Пришлите, но я хочу приезжать в Молдавию. Но для того, чтобы приезжать к вам, мне нужно 350 лей. Мне нужны деньги на самолёт, на подарки, на что-то там. И вот тогда я думаю, господи, откуда мне взять такие деньги? И побежала к родителям моей мамы. Верчусь, кручусь. Ну как я у них попрошу эти деньги? Они же получают пенсию. На пенсии не соберёшь такие деньги. Думаю, пойду к бабушке по линии отца. Верчусь, кручусь, думаю, господи, бабушка осталась в доме. 25 лет, вдовой, с тремя сыновьями на руках. Папе было 9 лет, младшему дяде Мише было полтора годика. Без матери, без отца, без братьев, без сестёр. Откуда у неё могут быть такие деньги? И вот я несколько дней не могла найти себе покоя. Покуда меня мама не спросила, что с тобой, что произошло? Говорит, на тебя лица нет. Я тогда говорю, мам, мам, я скажу, но ты обещай, что меня не побьёшь. Помню, как сейчас мама улыбнулась. Говорит, я же тебе никогда не обидела, не била, не ругала. Ну говорю, мне нужно 350 рублей. Она тогда получала 60 рублей в школе. Вы даёте себе отчёт, какие деньги я у неё просила? И она говорит, на чего? За полгода зарплата, да. Я говорю, надо отправить брату. Она, какому брату? Я говорю, ну, Павлику, Паше, чтобы пришёл к нам в гости. Она как чистила картошки, так я и оцепенела. Она смотрит на меня и говорит, а ну сядь, рассказывай, что, как. Ну вот я уже маме рассказала всё. И ещё смеюсь и говорю, вот цыганка сказала, что придёт, придём домой, будет весть от белого человека, голубоглазый, светлый, из дальней дороги, родной по крови, отправите большие деньги, он придёт к вам в гости и будет гостить. Мама мне тогда сказала, одевайся. Мы пошли с мамой на почту. Мама сняла с книжки эти 350 рублей советских, и мы отправили ему. Мама говорит, папе не говорим. Будет, для него будет сюрприз. Это самое. Вот. Но получилось так, что Паша не пришёл ни через неделю, ни через две. Мы уже думали, что он никогда не приедет. И спустя аж месяц мы были на похороне в деревне одной крёстной. И пришла девочка с Магалы и говорит мне, слушай, к тебе пришёл русский солдат, такой красивый, беги быстро домой. Естественно, я уже поняла, что это мой брат приехал. И бегу домой на пороге тогда же советских солдат отправляли в отпуск на дембель с этими дипломатами. Такие красивые были, как картинки. Этот дипломат на пороге, а Паши и Вани нету. А другие дети уже с Магалы. Говорит, они пошли наверху, посмотрите оттуда, сверху, какая красивая деревня. Я бегу туда за ними. Естественно, для Паши это было удивление, потому что он всё это время думал, что он переписывается с большой девочкой. А тут ему навстречу бежит маленькая девочка с платья на три размера больше, чем она, косы длинные до колен. И я слышу, как он спрашивает Ваню, Ванюш, а это кто? А он говорит, это наша сестра. И вот он меня обнял, и мы втроём спускаемся уже с долины домой. Когда мы пришли, все родственники с похорн уже узнали, люди с Магалы. Короче, весь двор был полон людьми. Мама уже в это время накрыла на стол, люди приносили свои столы из дому и прикрепляли друг друга. Уже был праздник большой для всех. И вот мы стоим, сидим. Я в эту сторону, Ванька, в эту сторону, брат, посередине нас. Люди вокруг нас за столом. А он меня всё спрашивает, а папа где? А папа где? А я говорю, когда папа придёт, я не буду тебе показывать, что это папа. Он говорит, почему? А я ему говорю, потому что ты, он и ты – это одно лицо, копия друг друга. Просто один старше, другой моложе. Папа в это время сам приходил с кладбища. Увидел, что ворота открыты, двери, люди у калитки. Не люди, а дети, много детей. Тогда на Магале было так много детей, все имели по пятеро, по семеро, по шестеро. И ускорил шаг. И вот этот миг папа заходит, Пашка встаёт. И они бегут друг друга навстречу. Вот это объятия, люди все плакали. Я смотрю по сторонам и не могу понять, что мне делать – плакать или радоваться. И папа наконец-то посмотрел на маму и говорит маме, говорит, как он приехал. А мама говорит, это всё она. И папа тогда сказал одно слово. Господи, если ты в 12 лет сделала такое, тогда я не знаю, что ты будешь делать в 20, в 30 лет. Наверное, ты перевернёшь мир, если ты захочешь действительно что-то делать, ну, хорошее на белом свете. Короче, мы на второй день пошли с мамой в Сороке. Пошли с мамой в Сороке. Мама взяла деньги и говорит Павлику. Паш, вот зашли в магазин, в самый дорогой магазин. Возьми себе две-три пары штанов, рубашки, носки, всё как полагается, чтобы ты не ходил одетой в военной форме. Мама же, с мамой мы вместе пошли в Вайкомат. Мы написали тогда заявление в Вайкомат, так как сын и отец не виделись никогда в жизни. Вот. Хотя папа видел Пашу, но Паша не помнил папу, как говорится. Чтобы отправить заявление туда, в Ленинград, в военный комат, чтобы Паше разрешили задержаться ещё в Молдавию ещё на одну неделю в связи вот с этим самым. И вы знаете, разрешили. Он тогда задержался у нас почти месяц. Почти месяц задержался у нас. Что я хочу вам сказать. Вот мы идём с ним в кино, допустим, в воскресенье. Всегда в деревне люди собирались у дороги, где красиво росла трава. И смотрели, как молодёжь идёт в кино, как молодёжь гуляет по деревню, кто бы спевает. Я помню тогда, старше меня по возруху, которые были 58-57 года, парнем было уже по 18-19 лет. Вышли вот эти большие транзисторы, эти транзисторы под мышкой. Музыка играет во всю. Ну, радость в душе. И женщины говорят. Вот, идут дети Василя, но они не родные по матери. О, Господи! Я начинала плакать и подходила и говорила. Не говорите, что мы не родные по матери. Мы родные. Родные. Не надо нас разделить. Родные и всё. И слёзы у меня были такие, что могла часами плакать. И уже папа подходил, и мама подходила. Ну, нельзя говорить при ней, что они не родные по матери. Для неё родное – это есть родное. Нельзя разделить никак. И вот Паша тогда побыл у нас месяц. Подружился в деревне со всеми ребятами. Папа его, он же родился в Сороках, Паша. И был крещённый у нас в деревне. Половина деревни были его крёстные. И папа целые 10 дней его по гостям, по всем крёстным. Все, каждый. Василий, что пришёл и ко мне с моим финном. Что пришёл и ко мне с моим финном. И папа говорит, вот у тебя тут столько родственников. Приезжай, живи в Молдавию. Мы тебя любим. Я тебе помогу создать тут дом. Всё, как полагается, как отец должен давать сыну. Я всё тебе дам. Уже после армии мой брат вернулся обратно в Казахстан. Там у него были две сёстры. Лида и Лена. В это время уже и распад Советского Союза. И получилось так, что русские, которые жили в Казахстане, все старались как бы на родине вернуться. И вот он вернулся тогда со своей семьёй, вернулся в Краснодарскую область. Там жил старший брат дяди его жены Гали. И вот он там и обустроился как бы это самое. Но так получилось, что в 37 лет у него был один инфаркт. Практически этот инфаркт у него получился тоже от распада Советского Союза. Потому что он там, в городе, где он жил, он не был последним человеком. Он был депутатом в городской думе. Он имел свой вес. Приезжая сюда, его не знали, никто его не знал. От печали, от обиды, что вот так в жизни произошло. Он взаимел первый инфаркт в 37 лет. И второй повторился в 47 лет. Я была в Анапу, провожала его в последний путь. Что вам хочу сказать? Мой брат учился в университет Алматы. И там приходили его коллеги по группе. С Сургута, с Калининграда, с Сочи. И вот из других городов. Со всего Советского Союза. И вот я всю ночь с ними постояла. Я не знаю, как по-русски. У нас по-нашему привеги. А по-русски я не знаю, как это. Мы всю ночь сидели возле гроба. Они вспоминали моего брата, как они его знали. Я рассказывала им про нашу семью. Я тогда подружилась с ребятами. До сих пор держим очень хорошие связи. И с Юрой в Кёнигсберге, и с Костей, и с Игорем в Сургуте. И с Сашей в Сочи. И с ребятами, которые пришли с Казахстана. Стараемся переписываться постоянно. Вы знаете, была жизнь. Была жизнь. Потом был переворот. Самое главное, хочу сказать, что вот в принципе мы все были родные. Родные, да. Мы все были родные. Я думаю, что мы так и останемся, что все эти невзгоды, они все-таки закончатся. И вот то, что это было, оно никуда не денется. Оно никуда не денется. Люди одной земли. Вы знаете, Дону Александру, я хочу сказать вам уже как преподаватель. И как человек, который что-то училась в этой жизни не из книг. А от прабабушки. От дедушек, бабушек. От подружек моей прабабушки. Это самое. У вас же прабабушка звучит. Ну, какую бабушку у вас там еще с того века, да? Прабабушка. Вот, она была 1885 года рождения. Вы знаете, что она мне говорила? В жизнь никогда не надо забывать про свои корни. Никогда не надо забывать ни тех, которые живут рядом с тобой, они родные тебе, ни тех, которые ушли. Я скажу вам одну вещь. Она брала меня с собой за ручку. И мы ходили в церковь. У нас в то советское время церковь не была закрыта. Служба всегда была во всех воскресеньях, праздниках. Вот. И она водила меня ко всем могилам. И она мне указывала. Или как это? Показывала. Вот тут похоронена моя мать и мой отец. Вот тут похоронены мои дети. Я, кроме твоей бабушки, и Оли, и Евгении, и Мела, и Мариуару, и Ионику, и Аникуцу. Вот они все тут похоронены. Потом водила меня в другую часть кладбища. Вот тут похоронена моя свекровь, мой тесть. Вот тут похоронены братья моего мужа, твоего прадедушки. И, вы знаете, когда я уже вышла замуж и ходила на, как это, поминальный день на кладбище, уже не было ни бабушки моей, ни прабабушки, никого не было. Я говорила папе, папа, давайте пойдем на кладбище, чтобы делать там порядок. И вот мы идем с ним. Первый раз, я вам скажу это, был первый человек, которым я говорю, это открыто. И папа говорит, давай пойдем к дедушке, к его отцу, моему дедушке, папине, который умеет в 46-м году, во время голодовки. Там были похоронены его отец, его младший брат Петрика, его уже дедушка, бабушка, мы убираем там. И папа мне говорит, все, идем домой. Говорит, нет, пап, мы не идем домой. Он говорит, не понял, а что? И я говорю, идем туда. И я его веду к родителям моей прабабушки, к ее детям, которые умерли в младенчестве. А он меня спрашивал, а тут кто похоронен? А я говорю, тут похоронена мать и отец бабушки Ефимии, прабабушки Ефимии. Откуда ты знаешь это? А я говорю, это она меня приводила сюда и показывала. Делаем порядок. И все. И крестница говорит, ну, идем домой. И говорю, пап, ну мы не можем идти домой. Почему? Идем туда. Он говорит, куда? Я говорю, идем в другое место. И показываю ему могилу. Он говорит, а уже тут кто похоронен? Я говорю, а тут похоронены родители прадедушки Михаила. И тут его все родные. Вот таким образом. Потом папа в один год меня спрашивает. Верочка, а если меня не будет, с кем ты придешь на кладбище? Тут же пол кладбища надо убрать. Если ты идешь аж туда, вглубь. Не к прадедушке, прадедушке, прабабушке, к тетям, к дядям, которые ты вообще не знала. Я говорю, пап, я приду. Не имеет значения, но я приду. Вот папа уже сейчас, 28 апреля, будет 10 лет как нету. Я 10 лет иду на все эти могилы. Но они у меня сейчас стали больше. В одном месте похоронена сестра моей матери, которая умерла молодой. Похоронена уже прабабушка Ефимия, от которой я много училась. Прадедушка Михаил. Они все втроем в одном месте. Потом я спускаю, где похоронена бабушка Елена и дедушка Андрей, родители моей мамы. Посередине похоронена сестра моей бабушки, которая имела одну единственную девочку, которая тоже умерла во время голодовки. И неизвестно, куда ее похоронили. Я уже спускаюсь к этим трем могилам. Уже иду к тем могилам, к тем могилам, к тем могилам. И вы знаете, я ни о чем не жалею. Я один раз попросила моих двоюродных братьев, которые им осталось земли, хозяйство. Ребята, давайте я вам покажу, где похоронены ваши дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки, в хозяйствах которых вы живете. Потому что нельзя просто вот так жить, не отдавая почести тем, которые вам дали. Вам дали ихнюю душу, они вас кормили, они вас пеленали, они вас воспитывали, нянчили. Нельзя так, нельзя. Потому что человек, который не имеет на этой земле никаких долгов, ни перед кем, он уже не имеет будущее. Поэтому, вы знаете, жаль, что сейчас, сейчас в истории есть вот этот, можно сказать, провал, когда... Мы забываем своих. Мы забываем своих. Я не говорю уже про наш народ, про нашу страну, про уже больше, как сказать. Мы не вспоминаем тех, которым нам дали жизнь. Не вспоминаем. Вы знаете, как мне больно, когда я иду домой, в мою деревню, и я начинаю считать, начиная от... Как вхожу на мою моголу, вот там дом пустой, вот там дом пустой, вот там дом пустой, дом пустой. Там и иду на кладбище, смотрю, там могила неухожена, там могила неухожена. И опять же, все зависит от детей. На моголе, где я родилась и жила, была моя крестная, Олимпиада. У нее сын, врач, но он живет в другой город Молдавии. И вот однажды она меня вызвала к себе. Мы всегда были в хороших отношениях. Она была старше моей мамы, моего отца. И она мне говорит, Верочка, у меня не что тебе дать в свои 80 слишком лет. Но мне невестка отправила за границей семена цветов. Я тебе их даю, поставь их в землю у себя, и когда они расцветут, вспоминай меня. Она умерла спустя год после моего отца и похоронена недалеко от моей дедушки и моей бабушки. Я не могу пройти мимо ее могилы. Мимо могилы ее сына, который тоже умер маленьким, 5 или 6 лет. Я всегда останавливаюсь и думаю, Господи, я сегодня столько поработала, что я не чувствую рук, но я не могу пройти мимо этой могилы. Я останавливаюсь и убираю. Беру всегда с собой мою тетю, двоюродную сестру моей мамы, которая тоже уже как бы под 70. Или беру мою подругу детства. Мы дружили, когда мы были детьми. И я вам скажу, вот даже с этой девочкой какая у меня связь. Она рак по знаку, зодиака и аскорпион. У меня с этим знаком всегда было очень хорошее отношение, потому что бабушка тоже была по знаку раком. И в то советское время ее отец работал на ферме. И они получали очень хорошие зарплаты. Родители ее были, царство имбесное, очень добрыми. А мои родители были добрыми, но более, как сказать вам, они старались каждую копейку вложить во что-то, не тратить вот так копейку зря. Чтобы мы пошли в кино с Ваней, 80 копеек, это было 4 куска хлеба, батоны хлеба можно купить на целую неделю. И папа говорил, за рубль... Потому что они просто голову пережили. Да, и папа говорил, за рубль покупаем хлеб, нам хватает на целую неделю. А вы идете в клуб и оставляете там 80 копеек. Это не надо так. Я понимала папу, если он остался без отца в 9 лет, бабушка в 25 лет без мужа, с тремя сыновьями на руках. И он не то, что был скупой, он просто... Он просто пережил то, что... И вот эта моя девочка, она приходила ко мне и спрашивала, идешь в кино? Я говорю, нет, не иду в кино. Почему? Мама не даст мне 40 копеек на кино. Хорошо, я заплачу за тебя. Да, но мне придется тебе вернуть эти деньги обратно. Она говорит, ну, вернешь когда-нибудь. И вы знаете, вот так мы ходили с ней круглый год в кино, буквально до 12 ноября, в день моего рождения. А у меня была тетрадь, я писала, когда меня заплатила, сколько, я знала. Иногда доходило и до 40 рублей, и до 50 рублей. В день моего рождения она мне списывала все эти деньги. Понимаете? Она сейчас живет в деревне. Она сама вдовела очень рано. Осталось и семеро детей на руках. Вы знаете, я в каждый раз, когда иду домой, у меня долг перед ней, большой долг человеческий. Я никогда не забываю, какая дружба была. Это была дружба, которой ничем ее не разбьешь. И вот я иду и говорю, Клаудия, поехали со мной на кладбище. И вот мы даем, берем топором, топор, сапу, все остальные вот это самое. Одна рубит деревья, другая прошует это самое. И мы вместе делаем то, что, по моим понятиям, должен делать каждый человек. Потому что это и есть история, это и есть память. Память, которая живет в каждом из нас. И если каждый из нас начнет сделать порядок вокруг себя, в глубине своей души, начиная уважать тех, откуда он пришел в эту жизнь, и жизнь процветет. И люди будут смотреть друг на друга по-другому. И не будут гонения то в одну страну, то в другую страну. Каждый ищет свое счастье, кто в Канаде, кто в Японии, кто в Соединенные Штаты, кто в Австралии, не давая понять, что наше счастье там, где мы родились, не имея значения остальное, не имея значения. Поэтому я считаю, что мы должны сейчас, как никогда, очень многое рассмотреть. Я говорю всегда, тот, который будет стать большим математиком, физиком, я знаю, химиком, он и так станет. Он и так станет. Потому что мы, когда рождаемся, уже Бог нас поставил там какую-то семену. В пример, Михаила Ломоносова. Он пришел откуда-то из глубинки и стал Михаила Ломоносова. Мы сейчас должны обратить внимание на воспитание детей. Может быть, не с точки зрения науки требовать столько предметов, 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 которые они не успевают иногда не понимать, не дочитать до конца. Нет, мы должны вернуть нашим детям, нашим людям, а это должны мы сами делать, вернуть в первую очередь души. Потому что человек без души, он несчастлив, он не знает, где себя найти. А это очень-очень страшно. И без веры нам никуда, никуда, не имеет значения. Буддист, я знаю, иудизм, мусульман, не имеет значения. Мы должны веровать во что-то. Потому что вера – это все. Нету веры, нету ничего. Поэтому мое обращение сейчас в эту передачу, можно сказать так, что я даже обращаюсь к главным людям страны, к министрам, к тем, которые руководят в правительстве. Надо поменять точку зрения на 360 градусов. Мы воспитываем не те ценности, мы не говорим о том, о чем надо говорить. Иногда ощущение такое, что мы сами того не понимаем, мы идем в никуда. И насколько это углубляется, настолько тяжелее вернуться обратно. Поэтому я думаю, что все-таки все будет. Я все-таки оптимист. Да, я тоже оптимист. Но скоро же будет, тем более будет поминальный день, скоро будет Пасха, потом поминальный день. Вы сейчас поедете к себе в село туда, да? Да. Знаете, а там красиво же. Очень красиво, очень. И, Александр, чтобы вы не думали, что я очень большая оптимистка. Чтобы вы знали, люди, которые меня знают, они могут вам много говорить обо мне. А там, где появляюсь я, там другая обстановка. Вот расскажу вам такой случай. Я, когда вышла замуж за моего мужа, мы жили на квартире у русской семьи. Как раз в 89-е годы, 90-е годы, все, нет рабочих мест, нет кушать, нет ничего. А эта семья была такая хорошая. У них было очень много книг. Она хозяйка, ее отец был генералом в отставку. Ее мама была когда-то директором роддома, она первый роддом города Кишинева. Отец был начальником надзора. Ну, вы понимаете. И они жили по чести. По чести жили. Я действительно увидела людей, которые жили, не забирая ничего ни у кого. Они жили так, как должны быть люди на этой земле. И вот распад Советского Союза. Бедность. Она безработная. Он безработный. В это время у них умерли родители у Тани. Умерли родители один за другим. И они поменяли трехкомнатную квартиру на двушку. На те деньги, которые остались, они постарались жить, как могли. Потом поменяли эту двухкомнатную на другую, поменьше еще. Короче, вот таким образом. В 2001 году мой бывший хозяин умер. На 8 марта. Мне звонит дочка. Тетя Вероника, добрый вечер. Я говорю, здравствуй, Аля. Тетя Вероника, я звоню вам сообщить, что папа умер. А я почему-то не понимала. У меня слова шли в другую руслу. Я спрашивала ее, куда уехал папа? Как папа мог уехать? Она мне кричала в трубку. Нет, папа не уехал. Папа умер. Я говорю, когда? Она говорит, сегодня, час тому назад. Я говорю, Аля, а когда хороните? Она мне говорит, а мы его не хороним, тетя Вероника. У нас нету средств на это. Мы оставляем его в морг. Вы знаете, я села. Я говорю вам для того, чтобы понять, что я большой оптимист. Я действительно могу перевернуть мир, если я что-то считаю, что не так идет. И думаю по себе, господи, как так в морг? Я знала, что с людьми, которые отказываются от них, что потом, как их хоронят. Мой муж меня спрашивает, что случилось? Я говорю, Андрей, умер наш бывший хозяин. И он говорит, и дальше. Они не могут его хоронить, они не имеют на что его похоронить. Он так смотрит на меня и говорит, и что будем делать? Я говорю, по-моему, так не по-человечески. Я разрыдалась. В это время я зазвонил телефон. Я поднимаю трубку. Мать одного моего, мальчика с классой, была классной руководительницей, работала тогда не в колледже хореографии, в другом лицее. Дана Вероника, здравствуйте, я вас поздравляю с 8 марта. А я тут смеркаю, сплачу. Она мне говорит, мама, а что вы плачете? А я говорю, дана Добижа. Вот так и так, и так, и вот такое это самое. И она с той стороны говорит мне, и что? Я говорю, вот думаю. Она мне в ответ, вы его хотите похоронить. Правда, она читала мои мысли. Я говорю, да, я не могу его оставить никак там. Мы жили в его доме два года. Они были с нами как родные. Я не могу так, просто не могу. Она мне говорит, вы знаете, что я вдова. И я не могу помочь вам деньгами. Но я приду всей душой и буду помогать вам во всем. Хорошо. Думайте, она мне говорит. Поставила трубку. Через пять минут мне опять звонит телефон. Я опять поднимаю трубку. Здравствуйте, дана Вероника. Я говорю, здравствуйте, дана Михаила. Поздравляю вас с восьмой. А что случилось? Почему у вас такой голос? Я говорю, дана Сильвия. Эти слова, эти фамилии я озвучиваю. Они действительно есть. Что случилось? Я говорю, дана Сильвия. Вот так и так. Мы жили с мужем. Когда мы поженились на квартире. Наш бывший хозяин умер. Не имеет на что хранить. Он не оставляет его в морг. И говорит, у меня разрывается сердце. Я не могу так просто. Она мне говорит, вы хотите его похоронить? А я говорю, по-моему, да. Она говорит, вы знаете, что я сама воспитываю двоих сыновей. Я приду к вам на помощь, если вы согласитесь. В это время пришли ко мне мои финны. У меня восемь пар финнов. Увидели мое заплаканное лицо. И спрашивают, Нанаша, что случилось? Я рассказываю им. А мой финн говорит, чем я могу тебе помочь. Хотя он был молодым. Он был студентом первого курса архитектурного факультета. Я говорю, Вадим, по-моему, твой тесть умеет работать с железом. Прошу тебя, поговори с ним, чтобы он изобрел хороший железный крест. Чтобы был поставлен, чтобы это железо держалось там, покуда я смогу что-то делать по-другому. Для этого наше все будет в порядке. В это время пришла соседка. Что случилось? Я говорю, Вера, вот так и так, и так. Что я должна делать? А я ей говорю, надо делать то ягно, то свеча, которую надо поставить у ног. Надо делать каливу. Все, сделаю. Я уже бегу. Уже позвонила мне Галина Добижа. Дам на Вероника, ну что? Я говорю, все. Уже я решилась. Давай пойдем к семье. Мы идем к семье моего хозяина. И мы зашли туда. Ну что вам говорить? Надо было документы, чтобы заврать его с морга. А они мне говорят, а паспорт потерялся. Денег на новый паспорт не было. Вот нам дали с полиции справку, что якобы мы живем тут. И вот с этой справкой иди в морг. Я беру эту справку, там в морг. Мне говорят, что это? Я говорю, что вы хотите? Я говорю, что я хочу забрать моего мертвеца. Как фамилия? Я говорю, и даю эту бумагу. Что вы даете? Я говорю, ну его документ. Дамна, это не документ. Нужен паспорт. Я говорю, ну мы не имеем паспорт. Нет. Тогда нужна бумага от участкового. И потом мы дадим. И вы все это сделали? Да. Я рассказываю так, как было. Я пошла к участковому. Там на телевидении они живут в том районе. Пошла туда, зашла к этому майору. Здравствуйте. Да, я вас слушаю. Вы что пришли? Я говорю, вы знаете, мне нужен документ, что такой-то-то человек жил тут. И я должна... И этот майор смотрит на меня и говорит мне, староженка Сергей умер. Я говорю, да, умер. И я никак не могу его забрать с морга, чтобы мы его похоронили. И он говорит, без проблем, я знаю этого человека. Дал мне бумагу. Я выхожу с этой бумаги. И только захотела уже двигаться к троллейбусу, я слышу, что он меня зовет сжади. Женщина, женщина. Я остановилась. Он подходит и говорит, вы знаете, даже с этой бумагой вам с морга не дадут тело. Нужна подпись главного комиссара города. И тогда вы сможете его получить. И говорю, но я не смогу попасть к нему в такой срок. Это же такой большой начальник. И он говорит, я пойду с вами. И он завел машину. Я села с ним в машину. Мы пришли. Он зашел. Подписали эту бумагу. И я пошла уже в морг. Я говорю, да, мы даем вам, но вы должны еще принести, где вы его хороните. И началось что? Еще начинается другой процесс. Я говорю, на дойне, идите поговорите там на дойне, сперва как надо. Пошла поговорила, а на дойне мне говорят, а вы имеете бумагу, что вы имеете право его похоронить тут? Потому что тоже нужна справка, соберу похорон. Я иду сюда обратно. Иду, стучу в одну дверь, в другую дверь. Эта бумага никуда не годится. И вы знаете, уже без 10 минут 5 закрывалось уже это учебное, извините, это учреждение. Галя Добижа, она начала кричать. А мы сейчас позовем телевидение. Мы хотим делать доброе дело. И нам не ставят палки в колеса. И вдруг меня как будто кто-то толкнул вперед. Я поднимаюсь к главному директору. Зашла в кабинет. Он стоял. Я говорю, здравствуйте, послушайте, помогите мне. Мне нужно похоронить одного человека рядом с его родителями, с родными. На кладбище Дойной. Пожалуйста, подпишите мне эту бумагу и дайте мне могилу по государственной стоимости. Потому что если бы у меня этого не было, я должна была его хоронить где-то в округе Кишинева. Тогда я подошла к одному моему хорошему другу семьи и говорит, Вероника, ну я пойду в Колоницу. Он жил в Колоницу. И поговорю с примаром, чтобы вы его привезли в Колоницу. Другой мне говорил, что в Бачой. А у меня тут нет протеста. Как я могу его нести в Колоницу или в Бачой или еще куда-то? Он должен быть на Дойне. Там, где его родители, где его семья. И вот этот человек ставит мне подпись. Дает мне, что я должна заплатить по тем временам, по-моему, 137 лей. 2001 год стоила одна могила на Дойне. И вот я смогла сделать все, как полагается. Я похоронила этого человека. Вы по-честному хранитель традиций. Традиции нашего народа. Понимаете? И что я хочу вам сказать. Все люди, которые мне помогли тогда, все были разных национальностей. Разных. Кто-то был украинец, кто-то был еврей, кто-то был ярмян. Все. Нужен был только, чтобы им кто-то руководил. Я руководила. Я давала им указания. Надо так, надо так, надо так, надо так. И вот то, что казалось для этой семьи невыполнимо, оказалось очень легко все сделать, если люди собрались и ставили друг другу руки на помощь. Если люди в дверь, которая у меня стучала, имели еще душу, не потеряли свою душу. И душу, и совесть. И совесть. Понимаете как? Поэтому, вы знаете, я большой оптимист. Но я трезво смотрю на вещи. И рассуждаю, как вам сказать, так, чтобы мне не сказали, что жизнь, ну, игра. Жизнь не игра. Да, Вероника, знаете, вот с вашими способностями, вот такими, я думаю, у вас получится, чтобы можно было назвать колледж именем Юрия Горшкова, чтобы все собрались, вот как вы говорили, и пробили, чтобы колледж назвали его именем. Как вы думаете, это должно получиться? Вы знаете, я вам хочу сказать, что, еще раз говорю про то, что много рук делают, есть такой поговорка, поговорка, мы мультифаксарчина ушар. Я думаю, что я не смогу сделать все это одна. Нет, все вместе. Да. Мы должны все вместе сделать, чтобы колледж назвать его именем. Во имя памяти Юрия Давыдовича. Во имя того человека, который сделал действительно очень много для народного танца, для балета. Потому что мы не знаем, что было бы, было бы вообще это искусство в республике Молдавии, если не был он. Он был огнем, он был путеводителем. И вы знаете, скажу одну вещь, что я поняла. То, что он хотел еще воздержаться в должности директора, это не то, что ему это как бы давало престиж. Или он просто знал, что лучше его, с такой же душой, может быть, никто не будет. Что он может это сделать. Никто не сделает. Поэтому я считаю, что, я думаю. Чтобы все вместе сможем это сделать. Что мы все вместе сможем это сделать. И назвать колледж. И назвать колледж. Потому что есть память, есть память. И когда мы идем против памяти, она идет против нас. И этого не должно быть. Этого не должно быть. Я с вами полностью согласен. И давайте мы будем заканчивать нашу передачу. Большое вам спасибо за то, что вы любите свою землю. Вы любите свои корни. Потому что каждый человек в нашей стране должен так любить. До свидания, дорогие друзья. И вам большое спасибо, дорогая Вероника. Спасибо за приглашение в вашу студию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.